Алексей, я думаю, что бизнес начнет развиваться, как только будут определенные условия, просто финансовые, не знаю, там, пошлиные и так далее, там, да, вот по каждой определенной отрасли будут определенные условия. Так, давайте, не согласен, я, там, моя позиция предельно простая, да, я считаю, что ключевой вопрос, там, есть у тебя идея или нет, все остальное уже это вопрос, как бы, менеджмента, находчивости, умения работать и добиваться того, что ты хочешь. Поэтому я не согласен в кивание каждый раз на пошлины, на административный ресурс, на административный гнет и так далее и тому подобное, да, ключевой момент, что ты можешь делать, да, насколько у тебя развита голова, да, на самом деле, и насколько ты готов развиваться, и насколько у тебя хватает амбиции. Я, кстати, с вами совершенно не спорю и совершенно с вами согласна. Теперь смотрите, вот, например, делается такая мировая глобальная, такой мировой глобальный проект. Россия, бизнесовая страна. Все у нас в перетяжках, Россия, бизнесовая страна, мы так, вот такую, вот такую мы хотим себе создать имидж. От этого что, будет больше малых предпринимателей? Ну, то есть, вот зачем, вот зачем это делается, зачем тратятся деньги-то? Ну, если, ну, конечно, будет больше, да, у нас показатели, то есть, по компанию, которую мы вели, там, создать свой малый бизнес, да, и развивать, да, показатели роста были. То есть, мы проводили, небольшие, конечно, да, и тут же надо понимать, что не очень люди этого хотели. Ну, банальный пример, да, мы в прошлом году, в восьмом году, еще в Пиковом проводили компанию вместе с местными властями, то есть, там было 15 или 20 городов общей сложности по всей стране. Проект назывался «Деньги молодым», то есть, там были все, там, все департаменты, кто за малый бизнес отвечал, там, опора поддержал, да, Минайт поддержал, все хорошо, да, Промсервисбанк выделил гранты. Гранты на начало бизнеса, то есть, более того, чтобы это было, мы выкупали проекты эти. Ну, вот я скажу так, компания шла по всей стране, меди-каналы были, собственно, интернет-пресса и так далее и тому подобное, со всей страны было не больше 100 заявок. Поэтому надо понимать, что эти деньги были, не надо было ничего делать, да, надо было просто написать бизнес-проект, да, предоставить это, и человек получал деньги, да, там, ну, в общей сложности не больше 100 заявок со всей страны. Плохо или хорошо, мало, без сомнения, да, но, с другой стороны, как бы хорошо хоть это было. Не, подождите, вы это с чем связываете? Я это связываю не с менталитетом, там, людей, которые, может быть, боятся, там, или еще что-то, а просто с тем, что недостаточно были информированы людям этим, вот и все. Да, информировались были, как бы, нормально все, вопрос как менталитета, потому что нам было с чем сравнивать, к примеру, в 2009 году, когда часть, часть плакатов совершенно случайно оператор выклеил, выклеил на свои стороны в трех городах, да, за эти три дня количество заявок было в три раза больше. В 2008 году, когда все было в пике, да, на самом деле, разумеется, никому это было неинтересно, да, не было интересно даже получить свободные просто деньги, да, подготовить бизнес-проект, предоставить его, да, то есть, им дай бог, как бы, если он строит жюри, да, то, соответственно, получить финансирование. Это неудивительно, да, потому что все статические выкладки, все показали, что у нас, собственно, студенты, там, люди, учащиеся в вузах, да, они не мечтают быть предпринимателями, да, они вот мечтают работать, там, в Газпроме, Лукойле, да, они мечтают работать в правительстве, в администрации, во власти и так далее и тому подобное, да, это, на мой взгляд, достаточно жуткая ситуация, да, потому что власть это не реализация себя, власть, это, прежде всего, надо понимать, это, прежде всего, подчинение, да, то есть, там, где ты, 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 иллюзия большая, да, то есть есть бизнес, который дает возможность развивать свои таланты, есть бизнес, который дает возможность рисковать, есть бизнес, в конце концов, который позволяет легально зарабатывать, я подчеркиваю.